Моя первая профессия была моделью, затем менеджер по рекламе, бухгалтер, военный финансист, преподавала в модельном агентстве, подрабатывала визажистом. Мне всегда казалось скучным работать только по одной специальности, поэтому я совмещала несколько профессий одновременно. В Арифлейм пришла на висконт и только через несколько лет осознала, что здесь можно совместить все мои профессии и развить любые грани своего потенциала. Арифлейм это не только бизнес и качественная косметика, это стиль жизни, новые возможности, общения. Люди хотят жить наполненной, интересной жизнью. Женщины хотят выглядеть стильно, красиво, разбираться в современных тенденциях и трендах. Сейчас на рынке очень много косметических компаний, и каждый выпускает много новинок. И становится очень сложно понять, что нужно именно тебе. Какого качества, цвета, текстура новинка, как правильно применять продукт. И, конечно же, насколько этот продукт может подойти именно нам. Поэтому миллионы женщин, прежде чем сделать покупку, обращаются в бьюти-сообщество. Они читают отзывы, смотрят видеоролики, подписываются в различные бьюти-сообщества, инстаграм, группы. И, конечно же, мы также приглашаем в сообщество Арифлэм, для того, чтобы люди получили то, что им нужно. Современные тенденции, тренды, ну и, конечно же, общение среди единомышленников. Мое случайное видео «18 способов завязывания полотина и платка» набрало рекордное количество просмотров, более 200 тысяч. И это привлекло максимально рекордное количество подписчиков. А смотивировалось на его создание одной из новинок – полотина. В мою команду очень много людей пришло как раз-таки на диску, на продукты. Но узнав о наших возможностях дохода, они стали развивать бизнес. И самые просматриваемые рубрики в Ютубе – это обзор продукции, обзор новинок, свочек продуктов, макияж в трендовой гамме и уроки красоты. В социальных сетях сейчас очень популярны бьюти-сообщества. И в каждой соцсети своя аудитория, свои люди. И поэтому один и тот же пост нужно размещать сразу во всех соцсетях. И здесь важно соблюдать правила. Минимум один пост в день для того, чтобы люди вас не забыли. И не более трех постов в день для того, чтобы люди не отписывались от очередного спама. Я заметила, что в Инстаграме более лояльная аудитория для отметок нравится. Разместив пост в Инстаграме, суммарно вы получаете гораздо больше лайков, чем в трех соцсетях одновременно. Фейсбук, Спейбук, Контакт, Одноклассники. Что можно привести к выводу о том, что в Инстаграме легче раскрустить свой бренд, а также найти целевую аудиторию. Ну и в завершении своего поступления расскажу вам фишку создания идеального селфи. Наверняка вы слышали, что говорят фотографы, некрасивых женщин не бывает. Главное правильный макияж, правильное освещение, 100-200 дублей. И модель покоряет страницы журнала. Правильное освещение может убрать 5 лет вашего возраста, может наоборот подчеркнуть, прибавить. Темные круги под глазами, морщинки. Но что же делать, если некому сделать для вас эти пару сотни дублей? Я использую телефон, режим видео. Начинаю снимать видео. При этом очень важно, очень медленно менять ракурс головы, мимику. И, что самое важное, это угол освещения. Ну, чтобы сразу минус 5 лет. После того, когда вы запишите видео, вы просматриваете его через джин пауза, медленно двигая курсор. На нужных моментах вы делаете принскрин экрана. Ну, чем самые 100-200 дублей. И я вам желаю уже сегодня при помощи этого приема создать свое идеальное селфи. Успехов вам в развитии бьюти сообществ. Спасибо.